А какой-то определенный, чтобы защитить местных потребителей, защитить от таких непорядочных производителей, торговцев. И вот там, не помню больше какие-то, города имели даже таких хороших специалистов. Ну короче, вот тогда был портовый город, уже более поздний эпоху, Кринф, допустим, да. Там слабились даже вот эти специалисты, которые проверяли качество. Одним словом, они брали вот эти ткани, специально образцы тканей, сами выбирали, могли просто внезапно рейд такой сделать. Приходили на склад готовой продукции, товаров, отрезали себе кусочки эти, значит, этой материи прокрашенные, уже готовые к продаже, да. Вот. И, значит, отдавали женщинам. И те, там, несколько недель подряд их, там, варили, парили, стирали. Короче, что только с ними не делали, с этими тканями. Короче, постоянно, круглосуточно с этими тканями все там. Они проварки проходили, кипячение всякие там, все, значит, ну, все делали. И вот, и потом давали этим специалистам, они смотрели, что если краска начинала после всех этих кипячений всяких, да, проварок, там, стирок, варок, парок, выделяться краска, то браковали. Они баптизу не говорили уже по отношению к этой ткани. Но баптизу употреблялась к той ткани, которая прошла полностью эту проверку. И когда вот этот контроль качества этот, они заявляли, да, это баптизу ткань. Она не боится ни стирок, ни парок, ни варок, ничего абсолютно. Качество, настоящий качество, стопроцентное качество. И вот, и я так рассуждаю, что баптизу хорошо, в то время, значит, да, ценилась вот эта пурпур, дорогая ткань была хорошо. А сейчас для нас что? Для нас прокраска чем? Кровью Христа. Кровью Иисуса Христа. То есть ты как материя, как вот материал, душа твоя, да, ты сам как этот материал. И ты пропитываешься кровью Спасителя, кровью Иисуса Христа. Каким образом? Пропитка здесь и здесь совершается, в первую очередь. Это не просто даже причастие совершать, участвовать в литургии, участвовать там в служении, хлебопреломлении, да. Это хорошо тоже, это хорошо. Это благочестиво, правильно. Но можно всю жизнь участвовать в литургиях, причастиях, вот, значит, но так и не причаститься самого Господа. Не быть причастником божеского естества. А каким образом мы причастниками божеского естества становимся? Каким образом причащаемся к крови Христа? В первую очередь это здесь и здесь совершается. Молимся и ведем в соответствующий образ жизни. О, да. И молимся в соответствующий образ жизни. И всегда помните это, кровь Христа, что благодатью я спастен, кровью Христа, никакими заслугами ничем, кровью Иисуса Христа. Что мой Спасительный Господь Иисус Христос. Что ранами Его я исцелен. Ранами Иисуса Христа я спастен. Кровью Иисуса Христа. Помните об этом всегда, братья. Вот, и чем больше об этом, потому что обескровленная церковь, это уже мертвая скорее церковь, потерявшая вот эта, как бы, христосантричность и понимание силы крови Христа. Вот, чем меньше понимание в христианине, отдельном взятом, да, или в поместной церкви, понимание крови Христа, божественной крови Христа именно, божественности крови Христа, то это, как бы, умирающая или уже умершая церковь, или уже умерший, или умирающий христианин. Вот. И наоборот, каким образом спасение верующего, да, реанимация верующего, да, нужно, вот, врачи говорят, срочно нужна кровь. Срочно нужна кровь, чтобы спасти этого человека, все. Вот, иначе он погибнет, все. Срочно нужна кровь, объявления пишут такие, все, дают объявление, срочно нужна кровь. И вот, если человек погибает, христианин, душа погибает его, или церковь какая-то поместная погибает, допустим, выход какой? О крови Христа, понимание крови Христа, божественность крови Христа, что только лишь кровью Христа я спасен, кровью Христа, не нашими заслугами, ничем другим. И вот это оживляет каждый раз, знаете, как будто бы, если перетянули руку, допустим, не поступает кровь, но долго уж так нельзя. Это же какое-то время, да, но потом, если не пустить кровь, то процесс необратимый неступит, понимаете? И вот, и чтобы ожила, да, душа человека, да, христианина, вновь, как второе дыхание получилось свое, да, или церковь какая поместная, или там целая конфессия, нужно откровение, понимание о божественной крови Христа. Я в этом глубоко убежден, я в этом просто лично убеждался, как верующий человек, и убеждался, как историк тоже, на примере истории христианства, много очень примеров таких. По сути, реформация, даже вот тогда, 500 лет назад, начиналась именно с этого понимания, что благодатью мы спасены, и сей не от нас, это Божий дар, что праведной верой жив будет, действительно. Слава Господу! Вот так вот, так что, братья, пропитывайтесь Господом, прокрашивайтесь Господом, вот, значит, и я еще пример приводил, пока еще не все еще были собраны, сегодня тоже с мясом, когда проварка проходит, кипячение, да, всякая гадость всплывает. Не бойтесь, ничего страшного, вот, просто снимайте эту накипь и выбрасывайте, все. Это значит, очищение происходит, очищение, вот, значит, да, и в процессе жизни, нет, нет, да и в том, какая гадость, не отчаивайся, наоборот, хорошо, значит, раз что-то там проявилось, что-то, бери ложечку и удаляй все это, все. Вот так вот, так что Господь благословит вас всех, вот, и дай Бог всем, вступившим на этот путь, который есть истина и жизнь, сам Иисус Христос, дойти до конца. Чтобы не только мы, вот, были попутчиками в пути какое-то время, там, да, до первой прикрестки, там, или как-то еще, нет, чтобы были попутчиками до самого конца. И чтобы финишировали тоже вместе, чтобы на небесах уже вместе были с Господом, и чтобы Бог благословил нас и сказал, добрый, верный раб, вади в радость Господа своего. Чтобы не было, там, сказано, там, кому, там, не дай Боже, там, лукавый и ленивый вообще, и вообще, и зовут тебя никак, и вообще. Вот, но, чтобы, действительно, чтобы Господь благословил народ свой, и у здоровых детей, нормальных детей, да, всегда здоровое желание подражать родителю, да, и мы, как чадо возлюбленные, подражаем Богу, вот, и Господь благоставляет нас в этом, и благословит. Кстати, там много других примеров есть, еще тоже, насчет Пасхи, но самый великий пример, опять-таки, я уже назвал сегодня, Великого Исхода, и наша Пасха, это сам Иисус Христос. Я так понимаю, что пройти путь сами мы не сможем, как и начать христианство наше, так и пройти полностью весь путь, и финишировать, только взирая на начальника веры, совершителя веры Иисуса Христа. Все, только так, никак иначе. Поэтому, взирайте на Христа, пусть Бог благословит, молюсь за вас сейчас, благоставляю вас благословением священническим во имя Иисуса. Тогда добро пожаловать, братья, вот, на семинар, вот, постараюсь, вот, как раз, получается, 3-4-5 число, вот, среда, 4-пятница, рассказать, вот, некоторые вещи тоже, и из истории христианства, и своей жизни тоже, какие-то будут примеры тоже приводить обязательно, вот, свидетельствовать. Люблю очень, вот, чтобы Бог сделал моей жизни. Ну, если вкратце, вот, так вот, тоже, что мое знакомство с Богом произошло, первое знакомство. А вообще, встреча с Богом, мы переживаем встречу с Богом постоянно, это хорошо, но есть самая первая встреча с Богом, она самая незабываемая. У меня она была в экстремальных условиях, я переживал смерть, вот, умер я от пневмонии двусторонней, воспаление легких, оба легких оттепли и, вот, констатировали врачи смертью. Вот, надо было давно это, мне было еще не полных 13 лет, 40 лет назад почти, вот, это произошло. Но, но момент смерти и до момента воскресения моего, вот, была встреча с Ним, с Богом, который меня полностью переродило, другую мне дала совсем, ну, другое понимание. Вот, и вернулся уже, хотя до смерти я не знал ничего Бога вообще, то есть, я вырос в семье атеистической, такой глубоко атеистической семье, вот, никакого Бога не знали. Вот, хотя по моей матери, там, у меня большая мусульманская семья, мать я татарин, мама моя Ибрагимова, и моя татарская семья большая, даже мой дедушка, мой баба и мой дедушка, Али Ахмед его звали, Али Ахмед, он у нас всех мальчиков обрезал у нас в округе, ему всех поносили, татарских, еврейских, всех мальчиков он обрезал у нас, славился этим. Но это у нас не было связано с религией, это как бы просто как культура, ну, что ли, как, допустим, курбан, там, поесть мясо, вот, сабантуйку это провести, там, татарские, там, это более, это даже, это сейчас религиозно уже стало уже, там, уже, там, у меня в Татарстане много родни очень, вот, значит, братья, там, двоюродные, троюродные, некоторые стали такими активными мусульманами сейчас. А в советское время были обычные все советские люди, то есть, как бы, это больше была часть культуры просто, и все, вот, и, но о Боге ни о каком, ни о мусульманской традиции, там, ни о еврейской, ни о христианской, никакой я не знал абсолютно, вот, но пережил с ним встречу, вот, и эта встреча изменила все в моей жизни абсолютно. Вот, и потом, после возвращения, вот, от него уже, да, вот, было и воскрешение, и исцеление, если мое воскрешение врачи как-то попытались объяснить родителям, то, значит, мое исцеление они даже никак не комментировали, никак не могли объяснить. То есть, я умер от того, что оба легких отекли, а когда зашел обратно, заходил в себя, то, значит, мои легкие оба были чистые, то есть, ни хрипов, ни свистов, ничего там, значит, никаких болей, там, никакого лечения не нужно было абсолютно. Вот, то есть, это, вот, они это никак не могли прокомментировать даже, вот. Вот, и, значит, ну, я попытался говорить с родителями, конечно, с мамой, особенно, вот, при первой же возможности, вот, но, к сожалению, они, родители мои, не знали ничего о Боге вообще, ни хорошего, ни плохого, вообще ничего. И сверстники тоже не знали, но Бог учил во сне, во снах учил, а потом, значит, в то же время, там, 13 лет мне было, из Писания первые мои строки пришли в мою жизнь, но это было через книги по научному атеизму, я стал читать книги по атеизму. Поэтому мне было интересно, почему люди отрицают, что Бог есть, если, ну, Он же есть, Он очень хороший и более реальный тот мир. Я когда умер, я даже не понял, что я умер, честно говоря, потому что я не перестал существовать, как я думал, еще за секунду до смерти, я думал, что вот сейчас я перестану существовать, испарюсь, потому что меня выдавливало из тела моего и уже давило на грудь, когда я стал хрипеть. Я понимал, что это смерть, хотя врачи так не сказали, потому что я умираю, старая советская школа такая, надо последнего, не говори вообще даже ничего, что ты умираешь, вот что с тобой происходит, вообще как тебя лечат. Вот, значит, в отличие от западной школы, там обычно всегда говорят, что ты умираешь, там, или там осталось столько, ну, допустим, прочее, у нас так не говорят, у нас все принято так в тайне, восточная такая школа. Вот, значит, и, но я понял, вот, когда меня стало выдавливать из моих ног, вначале, а потом из живота, из груди, это я, ну, там, понял сразу, что это смерть. Страх такой был, оцепенящий просто, вот, оцепенение было таком, просто в ужасе. Но когда я стал давить сюда уже, я понял, сейчас меня додавят до конца, ну, как вот пасту там из тюбика, я приставил себе, вот, додавят и все, и все. И последнее, с чем я умер, это было просто чувство такое, что, ну, не знаю, обиды, как это, горечь, обиды, как это, обидно, что природа несправедлива, какие-то мысли такие, ради, зачем, почему, я никогда в жизни не думал до того, зачем я живу, почему я живу, вот. И подумал уже, ну, уже поздно уже, последние секунды жизни я только об этом подумал, ответов никаких не было у меня в голове, поэтому было только обидно. Обидно было, что завтра мои сверстники в школу пойдут, а меня не будет уже, вот, что я жил, что я не жил, как-то и все. Ну, вот с этим чувством я, как бы, и умер. Но самое интересное, когда я умер, я не понял, что я умер, потому что я не растворился, не перестал существовать, вот, наоборот, у меня было чувство такое, что я, наконец-таки, проснулся. Вот, когда я тридцать лет проспал, и мне снился неплохой сон, и это была реальность, но не такая реальность, как вот эта реальность, более реальная реальность. Вот, и я был пред Богом, я знал, что это Бог, опять-таки, кто это сказал мне, или я сам догадался, не знаю. Вот, и он очень хороший, очень добрый, так, что я даже, ну, не знаю, ну, глаза, вот, и взгляд этот, я, ну, знаете, я ни с чем не мог сравнить, абсолютно. Абсолютно. И, да, и сейчас я, хотя сейчас мало что помню уже, но мне не с чем сравнить, просто-напросто, вот, что тогда пережил я. Вот, и, ну, помрете, сами поймете. Не, серьезно, потому что, так вот, как ни рассказывая, все, не поймете. Это, это, но у вас есть преимущество, вы уже теоретически подготовлены к этому моменту, в общем дело. Я был совершенно, я считал, что я опозорился, вот, что хуже мне мальчика никого не было на земле, мне казалось так, что хоть провались, а я не буду проваливаться там. Вот, если бы хотя бы какая-то там, хоть мусульманская теория бы у меня в голове была, у меня же не было никакой теории даже насчет этого. Вот, поэтому, когда предсмертный опыт, предсмертный опыт, там многие путают просто смертный и предсмертный опыт. А предсмертный опыт там важно, да, во что ты верил, что ты знал при жизни, как бы, да. Это, как бы, ну, еще предбанник, это еще не сама баня, это, как бы, еще такой вот вход еще, да. И многие, побывав там в предбаннике, думают, что они уже...